Приветствую вас. Честно-честно говоря, я не могу согласиться с коллегами своими о том, что они говорят относительно ответа на ваш вопрос. Потому что, на мой взгляд, ситуация несколько иначе выглядит. Я сейчас постараюсь вам донести свою позицию, сейчас постараюсь вам рассказать, что я имею ввиду и надеюсь, что вы, ну, относитесь как-то вот к этому с пониманием, да? Ну, к тому, что я хочу сказать. Значит, смотри, в отношениях любых крайне важно понять, что значит вкладывать, так что это значит. Что значит кто-то вкладывается в отношениях. Что это значит? Потому что вкладывается в отношениях. Может быть, воспринято людьми по-разному. И люди могут, как бы, вкладываться сами в себе. Люди могут вкладываться в отношения, в те же отношения. Порядка. И бывает так, что человек вкладывается в отношениях для себя болезненным. Бывает и так, что человек вкладывается для себя в отношениях в принципе, вполне себе безболезненным. Когда никакой боли от, ну, от своих вот действий, да? Никакой боли от того, что откладывается в отношениях нет. Да, нужно понимать. Очень хорошо, наверное, в этот момент, в этом момент, в этом моменте себе отдавать отчет. Потому что если мы с вами меряем всех людей по одной мерке, если мы всех людей позиционируем, а вот только, ну, вот с такой какой-то вот позиции, то ничего хорошего нам с вами не будет. Вот. Поэтому здесь очень важно все-таки на данный момент обратить внимание. Итак, еще раз. Тот факт, что человек вкладывался в отношения определенным образом не означает, что предоставание ему будет болезненно. Потому что субъективная сторона, субъективная сторона вложение, точнее вот именно вкладывание, оно может быть равным. Именно поэтому, именно поэтому, именно поэтому, не обязательно, вообще оно не обязательно, что тот, кто расстается, тот, кто вклад вкладывается, обязательно обязательно будет страдать. Но кто не будет страдать, в таком случае, возникает логичный вопрос. Вот страдать будет, вот страдать будет, будет тот человек, который, не то чтобы больше вкладывался, а тот, кто, больше переступал через себя. Иными словами, если в отношениях человек не уважает свои личные границы, если человек не прислушивается, к себе, если человек действует себе во вред, если человек жертвует собой, если человек относится к себе пренебрежительно, то в таком случае, в таком случае, да, человек будет страдать. страдать. И его страдания, при расставании, будут сильными, даже если, фактически, никакого вкладывания в отношения не было. Ну, или было, но не достаточно, ну, немного, немного было. Тут, правда, встает вопрос о том, кто определяет. То есть, ну, кто определяет, где много, а где нет. Понимаете? Это тоже такой вот достаточно важный момент, на который нам с вами нужно найти ответ. Потому что, в противном случае, мы рискуем, опять же, уйти куда-то вот не туда, куда-то не в ту сторону. Так что, ситуация здесь неоднозначная. И, на мой взгляд, каждую ситуацию нужно разбирать отдельно. На мой взгляд. Вот. И смотреть, что происходило с людьми. Да? Смотреть на то, как люди устраивали отношения. Как они взаимодействовали друг с другом. Ну и так далее. Потому что, как я надеюсь, вы поняли из моего ответа, что вкладывание в отношения не означает 100% того, что человек будет вкладывать. Но если человек для себя, если человек в отношениях, ввел себя достаточно, ну, как бы так сказать, да? Если человек в отношениях, как жертвы, то в таком случае нет ничего удивительного в том, что человек будет вкладывать. Вот. Я думаю, что это вполне нормальная история. Если такой человек, то да. Но это ни в коем случае никак не связано со тем, значит, что вкладывается больше. Да, Lord, верен. Я надеюсь, что вкладывается ещё раз вести. Я надеюсь, что вкладывается от каждого и andere момента паци pull gdzieś проговоривает. Вот. Я надеюсь. Вы также надеюсь, что вкладывается от каждого ты spell постариede. Я надеюсь, что выesterлагает пол النежкой к н acoustке пастераидации. Ну, я могу понять, что вам тяжело сейчас, я могу понять, что вы себя плохо чувствуете и, скорее всего, у вас произошел разрыв отношений. Вот, я понимаю. Но, тем не менее, будет лучше, если вы пройдете к вопросу взаимодействия, да, если вы пройдете к вопросу, который вас волнует, если вы пройдете к этому вопросу. Ага, ну, я бы сказал, более корректно, более превентивно. Вот. Сейчас уже, на мой взгляд, вы как-то вот акульными путями пытаетесь для себя что-то выделить, но, к сожалению, это не работает. Так. Вот. Опять же, у меня возникло ощущение, что как будто бы вы хотите, вот, а мне тяжелее на этом планете, а мне тяжелее. На самом деле, никому нелегко при восставании. Восставание вообще сложно назвать приятным сопротивлением жизни, потому что человек, так или иначе, понимает, что... Какие-то вещи он делал неправильно, и в любом случае, испытывает, ну, грусть какую-то, да. Вот. Так что, мне кажется, что воспринимать отношения вот так, как вы их, ну, пытаетесь показать, мне кажется, это не совсем корректно. Хоть я понимаю, что вы страдаете, скорее всего, а плохо вы пытаетесь найти для себя какой-то вот, ну, какой-то способ, вот, способ разобраться в этой ситуации. Вот, ну, как сказать, к моему сожалению, а, или к счастью, я уж не знаю, а, чтобы разобраться в этой ситуации, вам нужно... Поиследовать себя, в первую очередь, не, там, искать, что, кому, чего. Вот, ну, именно, поиследовать себя, поиследовать свои собственные эмоции, свои собственные переживания, свои собственные ощущения, свои собственные желания. И вот, тогда уже ситуация может быть куда более интересной и корректной для вас. Вот. Это то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить сейчас, вот с той точки зрения, которую я... ну, что вы описали. Конечно, этого может быть недостаточно, но, тем не менее, я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. На этом, в принципе, я думал, что можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...